Они догоняют и говорят, что якобы они охранники с магазина, и типа, что-то там, я украл с магазина, и начинают меня как бы обыскивать. Этому парню стыдиться нечего, он ничего не крал, поэтому и лица не скрывает. В отличие от этих молодчиков, охранники оказались обычными грабителями. Заврал у него телефон. При этом я ему не трогал, не мил. Вообще даже не трогал его. Вот, и нет, сперва забрал наушники. Его сообщник этого тоже не отрицает. Наушники, телефон отобрали, сделал пацану. Отобрали телефон? Да. А как вы это сделали? С кем вы были? С пацаном. Вот так по-пацански в тёмном переулке дуэт грабителей и разобрался с потерпевшим. Он тут же пошёл в полицию. Стражи порядка восстановили картину происшествия. Предварительно установлено, что около одного из торговых центров в районе Солнцево города Москвы злоумышленники, представившись сотрудниками охраны магазина, остановили 20-летнего молодого человека. Они сказали ему, что якобы видели, как тот что-то вынес из торговой точки. Угрожая и запугивая потерпевшего, злоумышленники отобрали у него наушники и мобильный телефон, после чего скрылись. На этих кадрах молодчики заходят в подъезд после ограбления. Они сутки чувствовали себя безнаказанными. А уже на следующий вечер к ним пришли полицейские. Телефон с наушниками стражи порядка у грабителей изъяли и вернули владельцу. По словам задержанных, они едва друг друга знали. Но это не помешало им вместе пойти на дело. Одному злоумышленнику 20 лет, второму 24. И теперь за грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, парням грозит до 7 лет лишения свободы. Денис Бушуев, Арсений Ларехин, Петровка, 38.